Ни у одного человека на данный момент нет протокола. Всех их провели за решеточку к людям, которые сказали, что они из центра Э, и попросили написать объяснительный, почему они участвовали в митинге. При этом никакой бумаги об этом им не дали. До сих пор никакого протокола нет? Ничего нет? Он говорит, что они не роботы, что они пишут, и вот они и пишут с четырех часов все эти протоколы. Нам поступают сведения, что здесь отводят людей по одному в комнату и сбивают. Вот туда отвезли у нас молодого человека, вот первого самого, и сказали, что ему выдадут протокол. После этого сразу закрыли дверь, вот тут дежурная часть. И после этого мы слышали, что его избивают. Примерно через пять минут его жену попросили войти ему помочь встать. Показать помощь какую-нибудь? Да, оказать помощь. Она до сих пор не вышла. И закрыли дверь. И после этого были звуки, что человек разбивает. Уже женщина. Вот. И после этого, через полчаса, вышел сотрудник, вышел начальник и сказал, что ее задержали по статье 19. Протокола до сих пор нет. Смысл в том, что когда мы выяснили, что у нас просто незаконно... У нас столько людей, которые здесь находятся постоянно, у которых нет формы, они постоянно дают бумаги, вот например, вот их мужчина в рубашке. Здравствуйте. Замначальник. Здравствуйте. Здание медиазона. Можете? Да, без проблем. Пойдемте, я запишу просто. А, нет, я никуда с вами не пойду. Со мной пройдите. Нет, нет, я никуда не пойду. Снимите, пожалуйста, на видео, ребята. У нас есть заявление о том, что... Медиазона. Угу. У нас есть заявление о том, что вас в отделе сбивают людей, поэтому я с вами никуда не пойду. Да. Хорошо. Давид, сейчас, подождите, пожалуйста, перерыв. Угу. Да его зафотографировать легче всего. Да, без проблем. Ну, хорошо. Как скажете? Да. Проще всего сейчас гаджеты у всех есть. А потом фотошоп вдруг. Да, вот какая разница. Мы здесь вот все присутствуем. Спасибо. Все, спасибо. Да, нет, что-то. Дело в том, что когда выяснили, что нас здесь незаконно держат, они просто там как бы... Один из активных такой, может быть, такой, ну... Он начал в дежурную часть стучать и требовать, говорит, за что вы нас держите незаконно. И тут ему позвонили, пригласили, говорят, иди получишь протокол. Вот так и завели его. Сказали, потом он подходил. Да. И потом шум, гам, и так далее. Вот до тех пор нет. Уже, наверное, больше часа его нет. Больше. Если... Если... Если там с ним ничего, что его не выпускают, что нас здесь держат? Мы вызвали скорую помощь. Угу. Вызвали скорую помощь. Один из присутствующих здесь сказал, что его, как-то, здесь уже задерживали. К ним вызвали ту скорую помощь. И она просто выпустила его на полпути. Вот. Просто в какой-то момент сняли машину и сказали, может, может, идти. Вот. Угу. Угу. Собственно, я вызывала скорую помощь, и сотрудники отказались комментировать, как-либо. Их очень долго не пускали, они стояли вот там вот внутри. Вот. То есть они... Их пустили сюда сразу, но они вот там через дежурную часть, через стекло было видно, что они просто стоят разговаривать с начальником. Ну, не с начальником, просто с ним. То есть вас три человека отсюда увели, да? И они до сих пор не появляются? Двоих увели, избивали, и до сих пор не видно, не слышно. Мы не знаем, что с ними происходит. Ага. Больше часа. Не так, что они живы, да? Да, не так, что они живы. Не видят следов. Сказали только, что провели какой-то доскональный осмотр врачей. И все. Сами врачи сказали. Вот.